МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Больше китайцев едут учиться за рубеж. 12 июня в Бразилии стартовало самое главное футбольное событие – чемпионат мира. Впереди у поклонников футбола по всему миру целый месяц матчей, по результатам которых будет выявлена страна-обладатель кубка. Дождались. 12 июня в бразильском Сан-Паулу на стадионе Каринтиас состоялся матч-открытие 20-го чемпионата мира по футболу. Хозяева принимали хорватов и выиграли со счётом 3-1. «Я же сказал, что Неймар забьёт два гола и ещё один кто-то другой. Так и случилось. В жизни так не волновался. Бразилия собирается в шестой раз стать чемпионом». Впрочем, хорваты не считают, что сыграли плохо. «Хорватия играла лучше Бразилии. Бразилия выглядела очень хорошо. Лично я думаю, что честной была бы ничья. Но всё же Бразилия играла очень хорошо». Чемпионат будет проходить в Бразилии до 13 июля. Его официальная эмблема носит название «Вдохновение». Талисман – броненосец по имени Фулека, что означает футбол и экология. Таким образом, бразильцы хотят привлечь внимание к проблеме вымирания броненосцев в Южной Америке. Официальный гимн турнира – песня «We are the one» в исполнении Дженнифер Лопес и рэпера Питбуля. Игры чемпионата будут проходить на 12 стадионах. Финальный матч сыграют в Рио-де-Жанейро на стадионе Маракана, который принимал чемпионат мира в 1950 году. Играют 32 национальные сборные. При этом есть дебютант – сборная Боснии и Герцеговины. По данным букмекеров, фаворитами турнира являются Бразилия и Аргентина. Действующий чемпион – Испания, победившая на предыдущем чемпионате мира в ЮАР. Сборная «Чемпион» получит 32 миллиона долларов, серебряный призёр – 25 и бронзовый – 22 миллиона. В Израиле выбрали нового президента. Кто приходит на смену Шимону Пересу, смотрите далее. В Израиле выбрали нового президента. Им стал 74-летний Рювен Ривлин. 10 июня он победил во втором туре выборов. За него проголосовали 63 депутата Кнессета. А его соперник Мэр Шитрид набрал 53 голоса. В тот же день Рювен Ривлин посетил стену плача в старом городе Иерусалима, которая почитается еврейским народом как святыня. Ривлин, баллотировавшийся от правящей партии Ликут, станет десятым президентом Израиля. На этом посту он сменит нобелевского лауреата Шимона Переса, которому проиграл на президентских выборах в 2007 году. 90-летний Перес пользуется большой популярностью среди граждан Израиля благодаря своей политической активности. «Господин Перес – великий президент. Чтобы заменить его, придётся действительно много работать». Рювен Ривлин примет присягу 24 июля. Однако надо отметить, что должность президента в Израиле носит скорее представительский характер. Вся исполнительская власть в стране принадлежит премьер-министру. Сейчас этот пост занимает Беньямин Нетаньяху, с которым у новоизбранного президента отношения довольно прохладные. Всё больше китайцев, закончив школу, едут учиться за рубеж, либо идут работать. Почему? Смотрите далее. Всё больше молодых китайцев, оканчивая школу, решают не сдавать вступительные экзамены в китайское высшее учебное заведение. Молодёжь предпочитает либо пойти работать, либо уезжает учиться за рубеж. Согласно официальной статистике, за последние пять лет 10% выпускников школ не стали поступать в китайские вузы и колледжи. Из-за этого в высших учебных заведениях наблюдается большой недобор учащихся. В этом году миллион потенциальных абитуриентов отказался продолжать учёбу в Китае. Таким образом, подача заявлений в профессиональные институты уменьшилась на треть, а в колледже – более чем на 10%. При этом число заявок на учёбу за рубежом с каждым годом увеличивается на 20%. Причину объясняют сами китайские преподаватели. «Во-первых, наша система образования отстала от остального мира. Возьмём, например, нашу научную сферу. Ни наши машиностроения, ни медицина, ни юриспруденция не признаются за рубежом. Наши дипломы не признаются. Студентам приходится начинать всё сначала. Из-за такой системы многие учатся за рубежом». По мнению экспертов, одна из главных причин деградации сферы образования в Китае – коррупция. Студенты часто оцениваются не по уровню знаний, а на того, сколько заплатили их родители. Таким образом, многие по-настоящему талантливые молодые люди остаются непризнанными, и дипломы китайских вузов постепенно обесцениваются среди работодателей. «Для развития лучших талантов больше подходит свободное общество. Там больше возможностей. В Китае под контролем коммунистической партии больше взяточничества и коррупции. Настоящие таланты могут остаться незамеченными. Вот почему люди готовы искать возможности за рубежом». Вследствие этого – так называемая утечка мозгов. Отучившись за рубежом, всё больше китайцев решает остаться работать там. Впрочем, возможность учиться за рубежом, как правило, имеется только у детей элиты общества. Те, кто не может себе позволить учёбу за границей, после школы всё чаще идут работать. По оценкам экспертов, эта тенденция в ближайшие годы продолжится. Далее в выпуске. Учёные зафиксировали мощные солнечные вспышки. В центре Манхэттена прыгали с шестом и побили рекорд. Влюблённые вешают замки на обрушившиеся мост во Франции. 1600 бумажных панд совершают турне по Гонконгу. Астрономы зафиксировали несколько солнечных вспышек, которым присвоили самый высокий класс Х. Подробности далее. На Солнце произошло сразу несколько вспышек Х-класса, которые присваивают самым сильным вспышкам. По данным космического агентства НАСА, первый выброс электромагнитного излучения произошёл во вторник в 15.24 по московскому времени. Буквально через час астрономы зафиксировали ещё одну вспышку. В среду примерно в час дня произошла третья вспышка такой же мощности. Как сообщают в НАСА, эти вспышки пройдут мимо Земли, лишь слегка покасательные, задев нашу планету. В связи с этим в пятницу ожидаются небольшие магнитные бури, которые могут создать помехи сигналам GPS и другим видам связи. У людей могут наблюдаться перепады давления. Солнечные вспышки – это, по сути, взрывной процесс выделения энергии, в результате которого происходит рентгеновское излучение. По мощности вспышки делятся на пять классов – A, B, C, M или X. Самые сильные солнечные выстрелы могут привести к геомагнитным бурям и увеличению активности полярных сияний. Казалось бы, Нью-Йорк уже ничем не удивишь. Однако девушки с шестами сумели собрать большую толпу зрителей. Как им это удалось, смотрите далее. В среду прямо на Манхэттене под открытым небом прыгали с шестом. Причем делали это не любители, а самые настоящие признанные профессионалы. И был даже побит рекорд. Состязание проводили в сквере недалеко от Empire State Building в присутствии сотен собравшихся зрителей. В ходе пяти раундов американская олимпийская медалистка 2008 и 2012 годов Джен Сур побила рекорд. Прыгнула выше всех в этом году. Джен успешно взяла планку на высоте 4 метров 75 сантиметров. Это выше среднестатистического одноэтажного дома. Возможно, повлиял свежий воздух. «Чувствую себя замечательно, особенно здесь, в центре Нью-Йорка, прямо на улице. Раньше можно было себе воображать, как это здорово, но и представить нельзя было, что это может произойти на самом деле. Быть здесь и видеть поддержку нью-йоркцев и туристов в таком знаковом месте. Прыгать с шестом на это весело смотреть. Это гламурно, рискованно. И всё это разом прямо здесь, в Нью-Йорке. Это нечто». Среди спортсменок есть также прыгунь из Греции. Все девушки успешно взяли высоты от 4 до 4,6 метра. «Быть здесь, на улице – это замечательное ощущение. Обычно мы прыгаем в помещение. Так что это невообразимо. Хотелось бы повторить». Мероприятие прошло в преддверии Adidas Grand Prix. Ежегодных международных легкоатлетических соревнований, проводимых в Нью-Йорке. Моду на замки любви, кажется, не способна остановить даже катастрофа. Несмотря на то, что Парижский мост уже частично сломался под их тяжестью, желающих оставить собственный сувенир, меньше не становится. Замки любви по-прежнему находят себе местечко на мосту искусств Париже. Влюблённые парочки словно и не замечают отсутствия части заграждения, рухнувшего в воскресенье под тяжестью навешанных сувениров. К счастью, во время инцидента никто не пострадал. Образовавшуюся дыру закрыли деревянной панелью, и в понедельник мост вновь открылся для пешеходов. Эти молодожёны приехали из Греции, чтобы провести медовый месяц в Париже, городе любви. «Я никогда не думал, что это так много весит, и что из-за этого всё рухнет. Но теперь, когда я вижу с близкого расстояния, то могу предположить, что всё это очень тяжёлое». Впрочем, проблемы тяжести влюблённых всё равно не слишком заботят, и они намерены вернуться сюда со своим замочком. «Это прекрасная символика. Замок – замечательный символ любви». Мода на замочки любви пришла в европейские страны лет пять назад. Вешая их на перила мостов, влюблённые выбрасывают ключи в воду. Причём эпидемию поражает не только молодых романтиков, но и тех, кто в возрасте. «Я и не знал об этом. А сейчас, когда увидел, что произошло, думаю, что это может быть опасно. Однако надеюсь на лучшее». Многие влюблённые искренне верят, что ритуал с замочком очень важен для их жизни. «Это навсегда. Мы бросили ключи в воду, так что это навсегда». Активисты продолжают требовать от парижских властей запретить людям вешать замки на мостах. Однако до сих пор никаких мер принято не было. Мост искусств – не единственный в Париже, украшенный такими символами любви. Замочки вешают и на других конструкциях, соединяющих берега сены. 1600 бумажных панд выгрузилось в аэропорту Гонконга. Это известный арт-проект одного француза совместно со Всемирным фондом дикой природы. В чём его цель? Смотрите далее. Гонконг оккупирует панды, правда, не настоящие, а из Папье-Маше. В рамках знаменитого на весь мир арт-проекта на этот раз 1600 панд прибыли в этот специальный административный район КНР. Началось всё прямо в аэропорту. Панды выгрузились и уже радуют прохожих. А также напоминают им о важности сохранения своих собратьев в их природной среде обитания. Именно в этом состоит цель автора проекта француза Паоло Гранжона, который сотрудничает со Всемирным фондом дикой природы. «Мне очень близок Всемирный фонд дикой природы. Это их логотип. Я сделал панд. С ними в магазине таких не найти. Это не игрушки. Каждая панда сделана вручную. Каждая уникальна. И все они экологически чистые. Я очень счастлив. Часами могу об этом говорить». Работу над своим проектом Гранжон начал ещё в 2008 году. Панд для него вручную изготавливают в Таиланде. С тех пор армия чёрно-белых бумажных мишек побывала во Франции, Швейцарии, Германии, Италии, Голландии и на Тайване. Теперь же, до 21 июня, ей предстоит экспозиция в 10 самых знаковых местах Гонконга. В дикой природе панды обитают только в Китае. По результатам подсчётов 2008 года их осталось всего 1600. Впрочем, сотрудники Всемирного фонда дикой природы надеются, что следующая перепись покажет уже лучший результат, поскольку усилия по сохранению этого животного прилагаются постоянно. «Нужно учить людей сосуществовать с ними, с пандами, чтобы их не боялись, если они вдруг забираются в огороды, не стреляли в них. Вот такую работу надо проводить. И ещё одна сфера. Мы пытаемся бороться с исчезновением лесов и их незаконной вырубкой в Китае, что улучшает среду обитания панд». После завершения выставки бумажных панд распродают местным поклонникам проекта, которых находится немало. За одного мишку выручают от 200 до 450 долларов. Полученные средства идут во Всемирный фонд дикой природы на проект по сохранению панд. Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова